Несмотря на хватание за голову, биение в грудь и заверение нашего правительства, оптимизация, а вернее разрушение системы здравоохранения России продолжается. Иногда приобретает очень причудливые формы. Это охраняемое полицией здание – роддом города Донков Липецкой области. Прожениц не принимают. От комментариев стражи порядка воздерживаются. Совсем недавно сюда легла на обследование жена коренного Донковчанина Сергея Вишнякова. Легла на две недели. Пролежала она всего там четыре дня. 6 марта всех, кто там был, пациенты, до 10-го в принудительном порядке выписывали. Почему как-то выписывали? Без объяснений. Пришли врачи, сказали, вот вам пачка препаратов, лечитесь дома сами. Так подождите, ну роддом же, то есть там женщины, очевидно, кто-то собирался рожать, с ними что-то делали. Отправляли на Липецк. Ни главврач, ни представители администрации города, как это водится, причину закрытия роддома не объясняли. Горожане узнали обо всем из соцсетей. Здесь сделали обсерватор для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Также скрывается, сколько их сюда уже привезли. Согласно сарафанному радио, человек 30. Всем известно, что карантинная зона должна быть на определенном удалении от жилого комплекса. А здесь нарушены все нормы. Вот моих старческих шагов, какими я хожу обычно, 46 шагов. От угла здания пятиэтажного, где живут люди, и до угла роддома, в котором разместили карантинную зону. Это недопустимо. Пусть наши администрации посмотрят санитарные нормы. По санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, стационары инфекционного профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки. Но главное, что заботит танковчан, это дальнейшая судьба роддома. Они же говорят, что это временное такое явление, и потом опять откроется роддом. Ну, говорят так. Ну, его уже нельзя открыть. Вы подумайте сами, там лежат инфицированные. Как туда придет женщина, грудного она ребеночка родит? Что от ребенка будет? Это же инфекция. Конечно, его закроют. Куда его? Мнение Оксаны – это мнение профессионала. Она отработала в городском роддоме 13 лет. Беспредел полнейший. И у нас еще такой, наверное, главврач, который, как сказать, не заботится ни о своих медработниках, ни о людях, которые живут рядом. То есть ей вот на все, наверное, ей просто наплевать. Такое отношение – это просто хамское отношение. Предельно откровенное мнение Нины Терешкиной, главного врача Донковской центральной районной больницы, можно узнать опять же из соцсетей. А роддом у нас, я вам сразу скажу, двое. И родов месяц. И то хотят здесь перинатальный центр. Это какие-нибудь заблудшие, какие-нибудь алкоголички, которые поступают им все равно куда. Поэтому все тут нормально. Я в шоке. Не только я. Я думаю, что все жители города в шоке. Так же, как и девчонки с Лебедяней, которые пишут везде в сетях, пишут, что нам некуда ехать. Сюда к вам из Лебедяней тоже приезжали? Да. Приезжали девочки с Милославки, приезжали. Вот. С Куркина приезжали. Лебедянь, Лев Толстой. С Москвы даже. Вот. Которые там, допустим, жили в Москве, а здесь живут родители. Допустим, в Москве очень дорого. У нас все это было бесплатно. Я считаю, жители должны Донкова иметь позицию и не бояться высказывать ее нашей администрации. Администрации пусть работают для народа, а не для того, чтобы удовлетворить Липецкую областную администрацию. Это решение Липецкое. Я сама слышала, как сказал Артамонов по поводу этих всех карантинных зон. Я своих решений не меняю. Вот он лучше бы не мешал своих решений наводить порядок в больницах, лечить людей. Игорь Артамонов – нынешний губернатор Липецкой области. Продолжение оптимизации нашей медицины все чаще связывают с его именем. Людей загоняют в угол, из которого либо вырываться, либо ложиться помирать. Каждый рабочий день начинается с того, что мы просматриваем всю информационную ленту, которая есть у нас в регионе. Отслеживаем, какие события, что происходит. Это первое. Второе. Люди сами стали обращаться. За последние буквально два года число таких случаев увеличивается. А вот последние полгода уже выходят за определенные рамки. Очень много закрытых больниц по району. Воскресенов, Кабирозов, Катургия. Неужели нельзя было где больницы на отшибе сделать ребенок и устроить там гарантию? На этой встрече выбрали инициативную группу и наметили дату проведения митинга в защиту закрытого роддома. Без внимания властей такие мероприятия не остаются. А вы кто? Выходите. Выходите. Выходите в органы. Вы закон о полиции знаете. Нужно куда идти? Позадать удостоверение. Представите. Вы у вас выходной сегодня? Представьтесь. Покажите удостоверение свое. Звезды. Этот стеснительный полицейский Сергей Павлович Шаталов. Начальник межмуниципалитетного отдела МВД Донковский. Понятно, почему стесняется. Служба развела его и земляков по разные стороны баррикад. Труднее понять логику властей. Для нормального человека она совершенно нечеловеческая. Все у нас было нормально. Потом в конце того года вначале в шутку сказали то, что ликвидируют. А я, допустим, и никогда бы не подумал, что ликвидируют. Было время, когда в каждом стотысячном городке была своя станция переливания крови. Так нужно, чтобы лечить и спасать людей в мирное время и быть готовым к военному. Теперь на всю Липецкую область их осталось две. И закрывают еще и эту, Елецкую. Говоря о логике действий наших властей, в 2008 году Министерством здравоохранения была принята программа развития службы крови на 2008-2011 годы. Потрачены 16 миллиардов рублей. Более сотни федеральных и региональных учреждений службы крови получили новое оборудование. И все потому, что положение с донорством крови было признано несущему грузу для здоровья граждан и безопасности страны. Препаратов и компонентов донорской крови катастрофически не хватало. Тогда же модернизировали Елецкую станцию. Здесь используются самые последние технологии заготовки и переработки крови. Объемы заготовки по потребностям. Плановые задания наши все время одни и те же последние годы. Одни и те же цифры. Мы их перевыполняем от полутора до... Ну, на 200%. Получается, что план в два раза ниже, чем реальная потребность. Но в верхах опять задули ветроперемен. С приходом в Липецк нового губернатора, вложенные в станцию бюджетные деньги и нужда области в донорской крови стали неинтересны. Вдруг в одночасье пришел губернатор такой Артамонов, приехал нам откуда, бог знает. Через месяц после своих выборов первый приказ закрыть бюджетные учреждения. Бюджетные учреждения, приносящие пользу людям. Зато вот частные учреждения, почему эти существуют? И просветают. И просветают. Бюджетные закрывают, частные открывают. А мы обращались к нему, мы приглашали его. Мы писали письма ему. Мы ждем его, но нам не придали. Дважды приглашение писали. А почему мы не можем в здании Елецкой станции переливания крови создать, к примеру, IT-клуб? Либо что-то новое современное в медицине. К такому вот будущему ведут нас эффективные менеджеры. Вместо станции переливания крови – IT-клуб. Ну а что-то новое современное в медицине – это, очевидно, коммерческий медицинский центр. Все официально названные причины закрытия вертятся вокруг сокращения бюджетных расходов. Экономия на здоровье и жизни людей грозит буквально обескровить Липецкую область. Говорят, потребление компонентов крови не такое большое, как было раньше. Я говорю, позвольте, отчетные наши данные показывают, за пять лет последних потребление возросло на 67%. Я показываю данные. 67% плюс. Все выше, выше, выше каждый год. Нас не слышат в этом плане. Нет экономии каких-то 12 миллионов. Мы доказываем то, что мы производим только продукцию на 60, 55, 60 миллионов. Какие 12 миллионов? На первом этапе задача стоит оптимизировать бюджетные расходы. Просто они сократят на определенный объем выделения бюджетных средств. 12, по-моему, миллионов. Но они производят продукцию на гораздо большие суммы. Чисто с коммерческой точки зрения, опять же, фаланс не сходится. Значит, да. Значит, кто-то появится спустя какое-то время и эту нишу займет просто-напросто. Но это же происходит сплошь и рядом, везде. Оттуда, откуда уходит государство из тех сфер, туда сразу же заходит частный бизнес. Вот и все. Донорская кровь, собранная в Ельце, поддерживает жизнь у двух тысяч жителей Липецкой области. Это тяжелые и крайне тяжелые больные. Неплохой рынок для нового бизнеса. Я смотрел по телевизору, по новостям даже, что то ли с рейкозом, то ли что-то, дети вот заболевания, рак крови или что-то, чтобы они жили, им чуть ли не 12 раз в месяц одному ребенку нужно кровь переливать. То есть надо 12 доноров для одного человека ежемесячно. А это получается, сколько тысяч людей, то есть получается, что на человеческие жизни наплевать. Артем и Александр сдавали свою кровь более сотни раз. Живут в Липецке, но и в Елецкой станции переливания крови бывать тоже приходилось. Да, ездили туда несколько раз в Елец, так как в самом Липецке приходили и не получалось сдавать. А почему не получалось? Ну, как бы причина называлась, что заявки на данную группу крови на данное время нет. И охранительное количество людей принималось в Липецке. Раньше такого не было. Раньше могли, у всех принимали, могли не принять только по здоровью. Раз в 10 было больше доноров. Помимо областной станции были еще на микрорайонах, ну, принимали еще как бы и к ней там отделей. Их не стало. Осталась областная станция. Власть упрямо твердит, что и крови достаточно, и собрать ее можно оставшимися силами и средствами. Специалисты, правда, с этим не согласны. Но власти они не ухаз. Станции переливания крови администрации Липецкой области не нужны. В 90-е годы были перестройка. Я не знаю, как путинские 20 лет назовут. Развал или как там еще? Оптимизация. Оптимизация. Все поразрушили. Морги только расширяются. У нас скоро будет расширять. Да и по ее услуге причем. Аптеки, морги. Аптеки, да. На каждом углу. На каждом углу. Малышева, и она стоит и говорит, жить здорово. Жить хреново, Елена Васильевна. Вы говорите, что надо за три часа успеть это, спасти человека, а его три часа везут, ничего не делавши. Как можно спасти? Жители села Дубовое, Чаплыгинского района, Липецкой области тоже оптимизировали. Работы нет, больницы нет, аптеки нет, машины скорой помощи нет, медицинских специалистов нет. Только врач общей практики и бездорожье. Правильно, скоро вызовешь, тебя куда отвозят? В Лебедяне. А из Лебедяне, погоди, ногами вперед. У нас женщина умерла. 40 минут стояла на переезде, ее не спасли. Она умерла в Лебедяне из-за этого. Десять лет каких, вот она у нас и идет, такая свистопляска. Приходишь, вот приди, попробуй сюда. Что-то хочешь сделать, уколчик какой-нибудь. Тебе нет укол? Сначала ты купи, съезди в город за лекарством, потом приедешь сюда. Автобус двора не ходит у нас утром и вот в обед, и все, и больше не ходит у нас автобус. В Чеплыгин поехал, пол первого поехал в Чеплыгин, а тут уже приехать не на что. Нанимает такси за 350 рублей. Не каждый ведь может оплатить такие деньги. Проблемы этих людей государство уже не волнует, но сдаваться они не собираются и пишут, и требуют, и отстаивают свое право на бесплатное медицинское обслуживание. Во многом силами Надежды Викторовны. Потому что мне надо что-то делать. Не то, что не из-за того. Я теперь мужа своего не спасу. Потому что каждый может оказаться на моем месте. Муж Надежды Викторовны не перенес дорогу в больницу. Слишком долго везли. У него было плохое сердце. И когда я вызывала третий раз скорую, я не могла измерить давление. Он махал рукой. Я набираю левой рукой телефон. Мне говорят, девушка, примите вызов. Инсульт, наверное. Какое давление? Я не могу померить. Вот померите, тогда и звоните. Бросила на трубку. Скорая все-таки увезла супруга. На своем пути она проехала закрытую сельскую больницу, оптимизированную районную, и через два с половиной часа оказалась в Лебедянском сосудистом центре. И когда утром мы поехали, наш муж уже без сознания. И врач сделал второй раз при нас снимок головы и сказал, что очень сильный отек мозга из-за того, что потеряно время. В нашем районе только людям умирать. И мы умираем, и никто нас не спасает, и никто нам не интересуется. Ситуацию в селе Дубовое взяли под контроль в Липецком областном отделении КПРФ после обращения его жителей. Что из этого получится, увидим. Бороться приходится не с частным случаем, а с системой. Платная медицина – это бизнес, а государство уходит из этой сферы, расчищая дорогу для частных платных клиник. А те, конечно, не заинтересованы идти куда-нибудь там в глухую деревню, лечить людей. А вот государство как раз обязано функцию это выполнять и быть там, где, в общем-то, невыгодно этому частному бизнесу. Государство, видимо, с нетерпением ждет, когда уйдут в мир иной те, кто еще помнят, что оно что-то людям должно. А у людей доверия к действиям чиновников становится все меньше. Заместитель главы администрации лично курировать будет. Ежедневно будет вам даваться объяснение о ходе проведенных работ за неделю. Это будет. А где за выполненные работы отчет? Есть у вас? А вот вы не видите. Я вижу, что там ничего. Эту больницу в селе Донское Задонского района, как и здание, стоящее рядом поликлиники, построили в 1989 году за 8 месяцев. В прошлом году она закрылась на ремонт. Полгода прошло, а результата нет. Говорят, подрядчик сбежал. У нас что людей интересует? Прежде всего, будет она закрыта в больнице? Потому что мы молчим, вот у нас даже нет. Будет работать. Вот главный врач Задонский, это мой начальник непосредственный, которому мы и подчиняем. И не надо висеть. В больнице сто процентов и будет. Только вот время, вот время растянулось. И здесь будет 20 коек, да? 20 коек. У нас было 105 коек. Теперь нужно сделать 20. Было 25. Обещание нам сдать в больницу нашу. К мальчику. Китайцы в месяц сроки на август-сентябрь, как вопрос вам подрядчиков отрискать. Будут выставить опять на пациентку. Вообще, всю зиму ничего не делалось. Это вот когда первый подрядчик исчез? Ну да, все, и больше никто ничего. С нового года вообще ничего не делается. Сейчас главный врач сказал, что 5 миллионов освоено, а остальные деньги вроде бы лежат. Но дополнительно должно быть финансирование все с бюджета. С регионами. Когда это будет, как это будет. В Донском нет такого опасения у вас, что когда ремонт будет закончен, это здание отойдет под какой-то бизнес? Опасения такие абсолютно оправданы. Такая ситуация может возникнуть. Поэтому, собственно, мы и подключились. Но у нас есть там люди, которые, ну, активисты, скажем так, и депутаты сельского поселения, коммунисты, которые за этой ситуацией следят. Другой вопрос в том, что оно вообще может не открыться. Вот такая ситуация может возникнуть. Ситуация может поменяться с финансированием. Бюджет у нас всегда дефицитный. И под это дело им всегда легко сказать, что ну нет денег, мы сейчас не можем это закончить. Главный врач этих опасений не разделяет. По его мнению, ни о будущем больнице, ни о настоящем медицинского обслуживания жителей района беспокоиться не стоит. Покойка места, приклады, что все по нормативам у вас выполнено? Вполне. Я вам скажу в другую, коллеги, достаточно. Потому как выполнение плана покойка дня именно по Донской зоне у нас хромает. Недовыполнение идет. Это на протяжении уже нескольких лет. Несмотря на то, что вы сейчас пытаетесь мне доказать, что у вас все тут нагружено. К сожалению, факты говорят о другом. У нас относятся здесь очень много сел, я вам могу перечислить. Рогожино, Бутырки, Студенец, Гагарина, Тростяное, Калийно, Скорняково, Галичья гора, станция Дон и Донской. У нас там 6 тысяч населения. Точно. И нас до такой степени сузили. У нас было детское отделение, у нас была хирургия, у нас была генетология. У нас были все отделения, все убрали. Это модернизация, все. Если вы собираетесь все восстанавливать и решать. Кто будет восстанавливать? То, что развалили, уже не вернется. Если, допустим, два года назад мы вели речь о том, что у нас нехватка узких специалистов, то сегодня все чаще начинаем слышать о том, что к терапевту невозможно попасть. Состояние медицинского обслуживания сегодняшнее, оно как раз и способствует тому, что у нас каждый год практически на 5 тысяч человек в Лепецкой области становится меньше. То есть уходит коренное местное население в основном, понятно, старшего поколения, но и молодежь. На кладбище зайдешь и посмотришь. Год рождения, год смерти. Вот очень помолодели эти могилы. Молодеют могилы, вымирают регионы, нищает народ. Не замечать это становится все труднее, несмотря на усилия чиновников, пропагандистов и клоунов всех мастей. Им хорошо в этом мире, они видят его по-другому, не понимая, что такая разница в оценке происходящего, в конце концов, доведет людей до точки кипения. Редактор субтитров А.Семкин